Итак, я всех снова приветствую, меня зовут Дима и сегодня я постараюсь пройти всю Geometry Dash, но при этом делать я это буду исключительно в Майнкрафте. Правда, наверное, всю не получится у меня пройти, поскольку уровней тут всего 9, то есть вплоть до Сайклса. Также имеется туториал, это можно сказать 10 уровень, в оригинальной игре его нету. Давайте для начала прочитаем инструкцию и посмотрим, что же мне надо сделать для того, чтобы нормально поиграть. Тут пишет то, что надо FOV поставить на Quake Pro, то есть на максимум, давайте сразу же это сделаем. Также указаны авторы этой карты, поэтому если вы захотите скачать эту карту и поиграть, то, собственно, заходите вот сюда. Так, давайте же попробуем, как это все работает. Получается, нам надо просто вот так вот бежать и перепрыгивать вот это вот все. Так, мы падаем исключительно. Что происходит вообще? То есть вот эти вот белые нажимные плиты, это, получается, шипы, а лава, это, ну, тоже шипы, да, выходит? Я не знаю, короче, как тут нормально приземлиться, видимо, надо останавливаться, хотя в оригинальной игре, как бы, такой возможности нету. Так, это, получается, у нас был, ничего себе, это у нас был корабль, получается, да это у нас шар? Как это вообще все было реализовано? К сожалению, есть только корабль и шар, потому что уровней всего 9, а новый какой-то режим игры появляется уже дальше. Мне очень интересно, как будут выглядеть официальные уровни, поэтому давайте заходить в Stereo Madness и смотреть, что же тут будет. Так, как мне в него начать играть? Получается, так, там уже следующий уровень. Вот так вот все интересно и прикольно это сделано. Давайте зайдем вот сюда вот и просто начнем. Поехали! Stereo Madness, ребята, Stereo Madness. Я уже проиграл, как бы, не обращайте внимания. Я, правда, не знаю, как с таким длинным прыжком я смогу хоть что-то нормально перепрыгивать. Хорошо, полетели, полетели, нормально. Первый... Ооо, я даже в блоки не могу врезаться, ничего себе! То есть, посмотрите, насколько тут все продумано. Я, правда, не знаю, как я буду перепрыгивать тройные шипы в конце, потому что даже двойные шипы у меня уже возникают какие-то проблемы. Почему так сложно? А ну-ка, если от третьего лица поставить? Можно вообще сделать вот так, чтобы вы понимали, но так будет просто намного сложнее, потому что тут какие-то блоки барьеры. Поэтому придется играть только от первого лица, ребята, только от первого лица, только хардкор. Надо еще камеру бы как-то ровно поставить. Давайте не буду сейчас двигать курсор вообще и просто попробуем это пройти. Я не знаю, ребята, это очень сложно. Вы, наверное, думаете, что я прикалываюсь там, что-то еще, но, как вы понимаете, в Майнкрафте проходить ГД это не так уж и просто. То есть, это настолько для меня непривычно, насколько это, в принципе, возможно. Ладно, хорошо, интересно, я могу тут зажать кнопку или нет? Давайте сейчас попробуем, зажимаем. О, я могу зажимать кнопку? Ого, а в оригинальном Майнкрафте, по-моему, такого нету. Или есть? Или я что-то забыл? Ладно, хорошо, это было небольшое читерство, больше я так останавливаться не буду, я вам обещаю. Ааа, я на шипы прям попал, ну почему? Очень сложно уследить, что находится под тобой, потому что я вижу только то, что находится спереди. А в оригинальной Geometry 3D ты смотришь исключительно на свою иконку и то, как она перепрыгивает шипы. Вот прям внимательно за этим наблюдаешь. А тут это сделать очень и очень сложно, потому что вид вообще какой-то необычный. Вот такой вид от первого лица, это просто, он все ломает, абсолютно все, это нереально. Поэтому, ребята, я без понятия, сколько я буду проходить эти 9 уровней, как вы понимаете, это вообще непросто. И тут надо будет очень и очень сильно постараться. Так, хорошо, мы прыгаем вот сюда, вот теперь тут надо вовремя зажать кнопку, теперь тут тоже надо вовремя зажать. Ааа, надо было чуть-чуть попозже. Так, хорошо, зажимаем попозже, теперь зажимаем еще попозже. И вот тут просто надо зажать и не прыгнуть в самом МХЦ. Я это все прекрасно помню, и сейчас мы заходим в портал корабля. Я не знаю, что из этого получится, просто летим. Я думаю, в принципе, в первом уровне тут можно все нормально пролететь. Правда, я это делаю все очень и очень медленно, музыка, скорее всего, собьется, но ничего страшного. Прикольно, очень прикольно все это сделано. Конечно, если посмотреть от третьего лица, то... Ой, лучше бы я этого не делал, зачем я это сделал, боже. Ну, кстати, потихоньку привыкаю, потихоньку я уже понимаю, как все это проходить. И делаю это довольно-таки быстро, и вот я снова на корабле. Главное сейчас не повторять тех же ошибок, потому что это будет очень и очень плохо. Кстати, посмотрите, сколько эффектов справа сверху. То есть, насколько много надо было всего сделать, чтобы это как-то работало. Автор реально очень сильно запарился. Это, наверное, единственная карта, которая сделана вот настолько качественно. Поэтому, если вы захотите поддержать автора, скачать, поиграть, то вы можете спокойно это сделать. Потому что, ну, если честно, реализовать такое, это надо было очень и очень сильно постараться. Так, хорошо, тут надо крайне аккуратно играть, потому что у нас все-таки уже практически концовка. Судя по всему, кстати, монет тут нету, потому что только что я там прыгал... Почему? Почему? Ну, почему физика настолько отличается? Ну, я помню в оригинале, у меня все... Я просто на 100% помню первый уровень стерео-мэднесс. Там можно было спокойно прыгнуть сразу же. А здесь это тайминг. То есть, мне надо упасть, немного подождать, пробежаться, а потом только прыгнуть. Почему это так работает? Вы можете мне кто-то объяснить? Может, я сильно медленно... Я могу контрол зажать и бежать быстрее. Вы понимаете? Я только сейчас это понял! Как это вообще... А, подождите, кстати, вот на этих шипах нельзя бежать быстрее, потому что это очень и очень плохо закончится. Видите, я перелета. Не, возможно, это неправильно. Хорошо, давайте тогда бежать по стандарту, но в некоторых местах я буду все-таки ускоряться. Потому что, если я нажму контрол, то вот тут я не смогу просто зажать пробел и пропрыгать. Да, все-таки так и задумано, ребят. Мне кажется, как бы ты хорошо не играл в оригинальную ГДшку, вот пройти вот это вот, это вызовет очень большие проблемы, ребят. Потому что вообще по-другому ощущается играл. Вот вообще я просто не привык так играть. Вот это вот перепрыгнуть, потому что, ну что тут делать? Просто зажимаешь кнопку и прыгаешь. А вот то, что происходит уже вот здесь, вот эти вот тайминги неприятные, ты еще ничего не видишь, потому что вот эти блоки, они весь путь просто тебе закрывают. И тут я еще сейчас... А, не, не упал, кстати, посмотрите. Вот это красиво я сделал только что. Ничего себе! Так, 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 хорошо, теперь мы переходим на корабль. И тут давайте немножко ускоримся, потому что тут надо побыстрее все это пролететь. Корабль почему-то нас замедляет, хотя замедлят нас тут не должно. Мы, наоборот, должны лететь с такой же скоростью, как летели до этого. Поэтому контролам я немного себе помогаю. Все, давайте сейчас попробуем. Там надо будет сейчас крайне аккуратно прыгать, надо каждый раз прыгать как можно позже. И тогда, в принципе, появятся какие-то шансы на выживание. Сейчас F5 нельзя нажимать, потому что на корабле это очень и очень плохо закончится. Так, хорошо, мы выходим. Давайте я остановлюсь для того, чтобы контрол отпустился, и мы нормально смогли все это перепрыгнуть. Потому что иначе я бы сейчас просто слился. Вот так вот мы это все аккуратно делаем. И теперь надо вот тут попозже, теперь вот тут еще попозже, и главное еще между блоками не упасть. Так, теперь зажимаем кнопку, теперь отпускаем, теперь опять зажимаем. Я не знаю, ребята, я не знаю просто. Так, тут надо немного подускориться, тут тройные шипы, вот так вот. Я буду останавливаться, ребят, потому что, ну, возможно, это немного читер. Но вот чтобы вот такого вот не было, надо было еще раз остановиться. Надо сделать все аккуратно и хорошо. Все, тут вообще нельзя использовать ускорение. Ускорение, я его использую только на тройных шипах для того, чтобы хорошо их перепрыгнуть. Иначе я просто-напросто сольюсь. Так, вот тут попозже, главное еще между блоков не упасть. Мне кажется, рано или поздно я все-таки так упаду, потому что, ну, это небезопасно вот так вот прыгать, когда я тут... Ой, я думал-то, что это конец. Я думал-то, что это конец, но все хорошо. Все-се-се-се-се. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. пожалуйста надо было еще ускориться но почему почему позже попозже этому все уже ну раза три наверно проходили я хотел сказать тысячу но это вообще совершенно новая игра и совершенно новая механика все продолжаем главного там не забыть ускориться там где опять будут двойные шипы на двойных шипах надо всегда действовать о тут так я кстати еще понял в чем прикол тут же как бы я игра не одним блоком а грубо говоря двумя а да я не знаю я пытаюсь поговорить у меня не получается просто это такая жесть типа поняли высоту два блока в оригинальной игры я высоту в один блок я не знаю влияет это как-то на игру или нет но как вы понимаете сливать тут очень много ну и не могу даже просто кнопку зажать тут не так это работает то есть да тут можно зажать но только в определенном месте где-то посередине блока надо прыгнуть чтобы тебя никуда не сдвинула и ты не упал я не знаю такая жесть просто надеюсь я сейчас тоже не упаду я просто не вижу как я приземляюсь и не могу сбоку на это посмотреть если честно я думал то что когда поставлю тут мод то получится все видеть но поскольку справа тут блоки барьера почему так сложно взлетать справа блоки барьера я не могу смотреть сбоку вообще ничего то есть этот мод тут не работает я могу конечно эти блоки барьера поубирать но возможно тогда это будет невозможно потому что я там куда-то будут падать как-то это будет богатся поэтому ставим так как есть по сути если человек смог это пройти вот таким вот способом то почему я не смогу это сделает ну по факту да я такой опытный геометрии дэшер до 8 лет игра записываю эту игру но при этом майнкрафте почему-то сделать то же самое у меня вообще не получается ребята только первый уровень первый не десятый не пятый даже как 10 тут нету не 9 в смысле там cycles 9 у нас получается все давайте поехали так вот тут надо вот так вот тут именно надо да если что запоминаем этот момент так вот тут надо остановиться разогнаться и перепрыгнуть извиняюсь то что я так немного 4 но ребят по другому тут вообще никак потому что ну вы сами понимаете я не хочу сливаться я не хочу играть это уже ты чё прикалуешься надо мной ну вот сейчас ты надо мной прикалуешься что ли почему но если зачем вообще было делать это место там если там невозможно перепрыгнуть ну что это физика ребята очень сильно отличается вы наверное думаете о почему не может пройти первый уровень из 9 потому что это сложно потому что думаете то что я специально сливаюсь там что-то еще ну попробуйте скачайте попробуйте вот реально за сколько у вас получится пройти стерео мэднос учитывая все ваши достижения в оригинальной чем это потому что я вот игра уже минут 15 или 20 и вообще ничего не получается давайте ваши ставки пройду я сегодня первый уровень или не пройду по сути я был уже недалеко от финала но как-то там непонятно об вот этот блок там где должна была монета я слился прыгнуть снизу не сверху так хорошо давайте это жесть это жесть вот как мне этот блок попасть по нормальным классно хотел пройти все 9 уровнем думал еще такое короткое видео получится конечно короткое видео таки ускоренные или нет мне не надо быть ускоренным я просто не всегда это даже понимаю уже я так у ю ю ю так давайте а так вот вот так вот вот так вот а так я не прикидываюсь я максимально не прикидываюсь как же это сложно Ребята, 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 ребята Финишная прямая Финишная прямая Поехали, поехали Я неужели сейчас пройду стерео-мейтнесс Я не знаю, могу ли я касаться блоков Но поскольку я тут больше То есть я в целых два блока лечу То мне как бы немножко посложнее вот это все залетать Я не знаю, что будет там на следующих уровнях Там же будут по любому моменту Идея пролета в один блок, там может в два И сейчас это будет сложнее делать Посмотрите, я вижу финиш Я вижу финиш, ребята Я первый раз его вижу Я не тренировал этот тур Я ничего вообще Как выглядит финиш? Давайте посмотрим Давайте просто на это посмотрим Пожалуйста, давай, не слейся Золотая нажимная плита Награда Стерео-мейтнесс Ставить на лазуритовый блок О, go to back on track Рестарт левел Какой рестарт? Какой рестарт? Ох, я не знаю Короче, у нас получается один уровень пройден Я могу его куда-то на лазуритовый блок поставить Но я правда не знаю, где он находится Давайте сразу же back on track Давайте сразу же посмотрим, как это работает Подождите, а почему я вышел? Я зачем-то вышел Так, тут есть практик мод И есть нормал мод Кстати, было бы неплохо, наверное, сначала сыграть практику Но так, по-моему, даже интереснее Так, вот так меня подкидывают Посмотрите, слушайте, это прикольно сделано То есть вот так вот человек решил разобраться вот с этой механикой То есть мы просто вот так вот приземляемся Вот этот уровень, кстати, качественнее выполнен Потому что, как минимум, я могу вообще не отпускать кнопку И все это проходить Окей, ладно, возможно, опыт со стерео-мейтнессом мне поможет И я все-таки смогу сейчас пройти второй уровень back on track И сделать это немножко побыстрее Потому что, в принципе, я уже немножко понимаю, как это делается Плюс я научился перепрыгивать вот эти вот шипы Надо, правда, ускоряться на них Потому что так будет намного проще По сути, это легально Если человек не вырезал вот этот момент И не запретил в правилах То, по сути, ну, я могу ускоряться Вообще без проблем Так, вот тут вот Это у нас ловушки Мы все это прекрасно помним Теперь вот так вот Теперь вот так вот Это, конечно, нам... Так, ладно, я немного считерил, ребята Я не буду это вырезать Все, смотрите, вот как в оригинале Как я все и прохожу Так вы все и... Ну, вот это, понимаете? Вот это Я даже там был не ускорен Это просто вот такие вот жесткие тайминги По сути, в оригинале такого нету Перепрыгнуть этот шип так, чтобы перелететь Но я никогда такого не видел Надо очень сильно постараться, чтобы подобное сделать Поэтому, ребята, это, конечно, вообще загадка Как это все будет работать И как все будет проходиться... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Все, нормально, хорошо Нет, не хорошо вообще А почему меня сразу назад телепортировало? Я, может, как-то бы среагировал Как-то назад бы отпрыгнул Не знаю, можно так делать или не можно Но, по сути, назад я могу вот... А, не могу? А ну-ка Да, я могу назад возвращаться Но я этим пользоваться не буду, ребята Да и, по сути, зачем мне возвращаться назад? Ну, по факту, если так посмотреть То есть я никакие кнопки тут не должен нажимать Ничего я тут не должен активировать То есть в платформере, в принципе, это было бы полезно Но там я и так в оригинале могу вернуться назад, если что Поэтому вообще не знаю, зачем я об этом рассказываю У меня уже крыша едет просто от этого уровня, ребята Вот вспомните, как в оригинале легко перепрыгнуть эти двойные шипы И как это сложно сделать здесь Ну, чтобы вы понимали примерно разницу Тут надо просто ускоряться В два раза быстрее перепрыгивать Останавливаться И тогда, возможно, получится это все как-то перепрыгнуть А так, как бы, ну вообще забейте Это просто нереально Так, давайте, поехали, поехали, поехали Главное до корабля дойти, вот на самом деле Потому что корабль уже намного упрощает процесс игры Так Опять я перелетел Ну почему там так сложно? Ну почему? Ох, ребята, ребята Такое ощущение, что я вообще первый раз играю в эту игру И не понимаю, как это проходить Вот как будто реально какой-то новичок Просто в первый раз зашел на бэконтрек И не понимает, как это вообще все можно адекватно сделать Вот такое ощущение у меня сейчас складывается Потому что, ну, по-другому это не назвать Пораньше надо прыгнуть Ага, у нас сейчас это прекрасно получилось Я не вижу, куда я прыгаю, ребят Вот вообще не вижу Вот честно, вообще не вижу, куда я прыгаю сейчас Как-то у меня, конечно, получается это проходить Но это какая-то жесть просто Это просто надо... Три шипа, вы видели? Вот вы видели, что я прыгнул как можно позже И при этом у меня все равно ничего не получилось Ох, я не знаю, это такая жесть Это просто невыносимо Как мне вот это перепрыгнуть? Я даже вначале не могу перепрыгнуть Вот эти двойные шипы, если я прыгаю без ускорения Это просто, это настолько трудно Я не буду говорить, что карта плохая, да, или что-то подобное, потому что я посмотрел много карт, ребята, это самое лучшее, чтобы вы понимали В плане игры, в плане удобства, в плане легкости, это самая лучшая карта, чтобы вы понимали Не потому что я все карты испробовал, во все поиграл, а потому что я просто по видосу даже понимал, насколько это качественно по сравнению с другими картами Другие карты там какие-то либо лагающие, либо что-то еще, ну вот на самом деле, возможно я просто не нашел хорошую, да, и это оказалось самое лучшее, вот лично для меня И вот по видосу, да, на ютубе, я понял, что это в принципе будет легко пройти Я думал, что я сейчас запущу и пройду все 9 уровней Потому что я в это до этого не пробовал играть А по факту, как вы понимаете, я даже второй уровень сейчас не могу пройти И я не знаю, как вообще закончить это видео, если я уже начал его проходить Значит, надо пройти Вот сейчас действительно вот эта шутка про то, что бэкон драк это самый сложный экстрим демон Я думаю, рабочая, ребята Я не знаю, что там будет дальше Там, наверное, будут уже всякие более экстремальные демоны Но, тем не менее, я попробую это пройти О, это просто какая-то жесть У меня какой-то демон уже вырывается Честное слово, я даже до корабля еще не дошел, понимаете? Там еще столько всего проходить Там еще столько всего проходить У меня игра багается просто Я не могу до этого перепрыгнуть Ага Класс, просто класс, понимаете? Вот такие сливы просто везде Я уже даже не делаю ускорение какое-то Потому что я уже не могу играть в принципе У меня мизинец, с которым я нажимал control Он уже просто не хочет на него нажимать, понимаете? У меня уже плохо просто от этой динамики Это настолько непривычно, настолько сложно Я не могу второй уровень пройти, чтобы вы понимали Я первый прошел с трудом, а тут я не могу даже второй Ох, короче, ребята, ребята Я не знаю, по процентам, я думаю, около 40% на бэкон треке мы сделали И при этом прошли полностью стерео-мэднес Поэтому давайте сейчас посмотрим, что у нас ждет на следующих уровнях Как выйти отсюда? Так, давайте рестарт И выйдем обратно Давайте посмотрим Что нас ждет в следующих сериях? Если вы заходите Если вы накидаете очень много лайков То я без проблем пройду и PolarGaze И Dryout Опять же, если на этом видео набирается сегодня 10 тысяч лайков То я завтра же выпускаю новый видос Тоже про вот это вот все Посмотрите, насколько тут много уровней Тут есть практик-мод, ребята Я не хочу заглядывать заранее Есть даже инсейн уровни, как видите Возможно, даже демоны будут Потому что это сложнее намного А, тут еще прогрессы показаны Прикиньте, подождите А какой у меня там прогресс? Прикиньте, насколько качественно просто сделана эта карта Так, подождите Вот такой у меня прогресс Посмотрите, можно даже смотреть, насколько я прошел бэкон трек Как видите, проходить еще очень и очень долго Поэтому, если вы хотите все это увидеть То обязательно ставьте лайк на это видео Ну а я буду прощаться Пишите в комментариях, как вам этот видос Это все-таки такой экспериментальный формат Если вам все понравилось То опять же, я буду продолжать Всем огромное спасибо за просмотр С вами был Дима И всем пока!